В 99-м году меня отправили в командировку. Я уезжал в Германию, и было вечернее богослужение, и братья мне говорят, закончи служение и приведи к молитве. И я открыл этот псалом, 120-й. Я читал этот псалом, и слезы были на моих глазах. Я плакал. Внутренние, внешние, все это видели. Я понимал, что я расстаюсь с церковью, я расстаюсь с домом. Три месяца мне не будет дома. И внутренность у меня плакала. Я читал этот псалом, и вся церковь тоже как бы сочувствовала мне, и у многих были слезы на глазах. И я должен был завтра уехать. То есть это было 12 сентября 99-го года. Я должен был уехать в Москву, и затем лететь в Германию. И так произошло. И попрощался с церковью, и уехал в Германию. Но мы прилетели сначала, приехали в Москву, и там 14 сентября прогремел очень сильный взрыв на Каширском шоссе, и был разрушен дом. Ну, 99-й год. Многим из вас тогда было 3 года, может быть, кому-то 4 года, если сегодня, судя по возрасту, кому-то и 2 годика было. Конечно, вы не помните тех событий, а многие сидящие здесь в зале, более старшего возраста, помнят, что в России тогда совершалось много тех террористических актов, когда взрывали жилые дома. И они рушились. Я читал газеты, и вспоминаю случай, это был Буйнакский дом взорвали, в Москве взорвали, на проспекте Печатников. А это я нахожусь в Москве, и слышу, на Каширском шоссе взорвали дом. И 15 сентября я должен улетать в Германию. Меня провожают и рассказывают, что в Москве разрушили дом, и погибло очень много людей. И знаете, как-то внутренность, есть какое-то беспокойство, а вместе с тем, какое-то и успокоение, что это в Москве, это где-то далеко, это где-то вокруг нас, но это не коснется нас никоим образом. Я прилетел в Германию, в Берлине меня встретили, и отвели в гостиницу, я расположился там, я должен был ночевать в этой гостинице, и уже было 10 часов вечера, я по обыкновению перед сном слонил колени, стал молиться, но эта молитва была необыкновенная, и я молился, и слезы были на моих глазах, и я молился, и говорил, Господи, благослови мою семью, которая осталась дома, Господь, благослови каждого моего ребенка. Я называл по имени и молился духом, и внутренность моя трепетала, и я чувствовал, дух мой ходатайствовал, но я не знал, о чем ходатайствует дух мой, но я молился, и я напоминал о том, что Господи, благослови моих детей, и напоминаю старшего сына Давида, благослови. Я перечисляю дальше, Оксану благослови, Дину благослови. Я продолжаю дальше, и напоминаю каждого ребенка, и внутренне чувствую, что дух о чем-то очень сильно ходатайствует и молится, а вместе с тем какая-то мысль проходит, это ты только приехал в первый день, и ты так скучать уже будешь, а что же будет дальше? Но дух ходатайствует, и я молюсь, и я помолившись, почувствовал внутреннее успокоение, встал с молитвой, и я заснул. И я спал до утра, и я не знал тогда, что у моего дома стоит машина, в которой более полторы тонн взрывчатки, гексанал, который должен в 6 часов утра взорваться, и этот взрыв должен унести десятки людей из жизни этой на земле. И я не знал тогда, я спал спокойно, и я не знал тогда о том, что будет происходить. А в 5 часов 57 минут 16 сентября у подъезда моего дома прогремел взрыв. Эта машина, она взлетела в воздух, и этот взрыв унес тогда жизнь 19 людей, которые жили в доме вместе со мной. Это был 9-этажный дом, который имел 4 подъезда, и машина, о которой я говорю, стояла рядом, буквально рядом, у нашего подъезда, у моего окна, где спали мои дети. Их было на то время 8, и жена с малолетними детьми осталась дома. Я этого не знал, но я спал спокойно, и я не думал тогда об этом. Я только размышлял о том, что же там произошло в Москве, и сколько погибло людей. Я не знал. Утром рано вставший о том, что там, вдалеке, в России, в городе Волгодонске, прогремел взрыв, и о нем заговорит весь мир. Я не знал тогда, и меня привезли в аэропорт, я должен был лететь дальше в город Ауцбург, там находилась фирма, которая отправляла мясо в Россию. Я должен был контролировать поставки мяса в Россию, подписывать документы, смотреть. И в аэропорту перед отправкой я слышу речь немецкого на немецком языке через микрофон местного радио, которое объявляют. И говорит слова, которые я речь немецкий язык учил, но я еще очень плохо понимал то, о чем они говорят быстро. Но я слышу, что они говорят, штат Волгодонск, бомбардир, террорист. Вот эти слова я запомнил, и я думаю, что же, штат, это же город, Волгодонск, что Волгодонский? И я обратился к переводчику, которая не обратила внимания на то, что говорила. И она говорит мне, это в Москве что-то произошел взрыв. Я вспомнил, да, в Москве это было, и это значит, что-то повторяют обратно здесь и в Германии об этом. Я внутренне успокоился, меня посадили в самолет, и в Аутсбурге меня встречают через два часа, человек, который внимательно смотрит на меня. И я думаю, что он на меня так смотрит? Что я такое, из России прилетел какой-то необыкновенный или что-то? Он смотрит на меня и говорит, тебе звонили из Москвы, и с тобой хотят поговорить очень быстро, мы должны тебя доставить на фирму, и с тобой будут говорить из Москвы. И он больше ничего не сказал, мы ехали минут сорок по автобану, мы приехали на фирму. И вы знаете, когда я входил в это четырехэтажное здание, стояли люди и смотрели на меня. Я думаю, что это, я какой-то из России человек какой-то, или непонятный, почему на меня так все смотрят? И глаза у них какие-то вопросительным знаком обращены ко мне, и они как-то так изумленно смотрят на меня, и какое-то чувство какой-то печали как бы в их глазах. И я не понимаю, что это, думаю, наверное, из России все-таки, для них это удивительно. И я поднялся, меня подняли на четвертый этаж, мы зашли в кабинет, где был собран весь отдел, и они все смотрят на меня, я думаю, что это? Это неужели какого-то зверя привезли, смотрят на меня? Я не знаю, что происходит, они знают все, что произошло, но мне непонятно их состояние, я смотрю на них, и еще не знаю никого из них. И директор, который сидел за столом у телефона, и он на ломаном русском языке говорит туда в трубку, вот он уже подошел, сейчас мы даем ему трубку. И я подхожу к телефону, я беру трубку и не пойму, да, должны со мной поговорить. И я думаю, что только приехал, уже такой сильный контроль, я думаю, как же буду дальше работать, если так постоянно буду контролировать мое пребывание здесь, я беру трубку. И с той стороны, такой зычный голос обращал ко мне, голос, который буквально только позавчера мне давал наставления, как себя вести за границей, как подписывать документы, как правильно вести себя с людьми, которые обращены к тебе, и чтобы не было никаких взаимоотношений, кроме как только официальных, и он обращается ко мне оттуда и говорит, здравствуй, ты мужик? Я думаю, кто это? Он так разве может говорить этот человек? Он так не говорил. Замначальника департамента ветеринарии, отвечающего за всех людей, которые уезжают за границу, он очень строг, его все боялись. И когда он говорил, мурашки решили по коже, ты мужик? Я думаю, что ж такое произошло? Ничего же вроде бы не было. А он говорит мне, слушай, дом, в котором ты жил, его нет, он взорван. И на меня как кто-то слил ушатки пятка, что-то во мне оборвалось, дом взорван. Все прошло перед глазами, и я думаю, господи, там же восемь детей, там жена. Я ничего не могу сказать. Он продолжает так же быстро и говорит мне, ну семья твоя живая и здоровая. Как живая и здоровая? В памяти московский взрыв, взрыв в Буйнавске. Я вспоминаю, никого живого не остается. Как живая? Я молчу. Он продолжает так. Я ничего не могу сказать. Что ты молчишь? Я ничего не могу сказать. Господи, что это произошло? Он говорит, мы можем завтра тебя доставить обратно в Москву, ты поедешь домой. Но наш совет, оставайся там и не езжай домой. Я молчу. И тогда вклинивается директор фирмы и говорит, слыша эту громкую связь, и говорит, оставайся здесь, не езжай. А сегодня ты свяжешься с домом и узнаешь все точно. Я ничего не мог сказать. Я просто сел на стул и сидел. И все люди смотрели на меня и понимали, что произошло там, в России. У них на глазах были слезы. И они смотрели на меня и понимали, что мне было сказано. Я молчал. И директор учтиво говорит мне, сегодня ты будешь звонить целый день, пока не дозвонишься. Связь сегодня полностью, телефон в твоих руках. И если ты не услышишь голоса из дома, завтра мы тебя отправим домой. И мы целый день находились на связи. И мы вместе звонили домой. Я набираю телефон свой домашний, думаю, позвоню. Вчера только звонил, разговаривал с женой. Она сказала, у нас все хорошо, все нормально. Я снова набираю этот домашний телефон, он молчит. И только с обратной стороны потом, сеть занята, перегружена. Я набираю другой телефон, и снова мне отвечают, сеть перегружена, сеть занята. Я набираю на работу телефоны, то же самое слышу. Я набираю, какие телефоны мог запомнить. И они все отвечают, линия перегружена, линия перегружена. И все звонят туда, чтобы узнать, что там происходит. Я звоню тогда своему брату, который живет в другом населенном пункте. Я звоню, он берет трубку, я говорю, что там произошло, Саша, скажи мне, пожалуйста. И он, плача, говорит мне, ты будешь начинать жизнь сначала. Но семья твоя вся целая, мне больше ничего не надо было. Но внутренняя боль, она как бы наполнила меня. А вместе с тем успокоение как бы приходило ко мне, но я не мог осознать еще, что там произошло. Я говорю, Саша, вот мой телефон, я напоминаю тебе, его продиктовал, который там в Германии. Приедешь там в Волгодонске, позвони, там, где находится моя семья, где находится моя жена Гарри, пусть она позвонит мне, и я поговорю с ней. И буквально через час, я продолжал сидеть на телефоне, буквально через час, или чуть больше, раздается звонок. И я поднимаю трубку, и с обратной стороны слышу голос брата моего, служителя по местной церкви Сергея, который говорит, сейчас я дам трубку Гале. И она берет трубку, и она, плача, говорит, мы все живы и здоровы, но у нас ничего нету. Мы вышли из дома, в чем стоим, в ночных платьицах, босиком, мы пришли сюда, и находимся у брата Сергея. Я говорю, Галя, мне нужно возвращаться домой. Она говорит, куда ты будешь возвращаться, нам негде сейчас жить, 8 детей и я, куда ты приедешь, оставайся пока там. Ведь мы расстались на 3 месяца, как бы согласовано все, оставайся там, а мы здесь уже как-нибудь. И слезы радости наполнили меня, и все смотрели на меня, и тоже плакали. И он меня благодарил Бога о том, что тот случай, который произошел, он коснулся меня несколько косвенно. И директор говорит мне, ну что, ты остаешься? Я говорю, да, я остаюсь. И он похлопал меня по плечу и как бы поблагодарил меня за это. И буквально через 2 дня я снова звоню домой. Он сказал мне, звони каждый день и говори мне, что у тебя дома. Я звоню домой жене и говорю о том, что у меня все нормально, как у вас там. И она отвечает мне. Я самая счастливая женщина, самая счастливая мать. Я говорю, почему? Она говорит мне, сегодня в городе похороны. 19 гробов стоят на центральной площади города. И собрался почти весь город, чтобы проводить этих людей в последний путь. Она говорит, а наших детей там нету, там наших никого нету. Господь нас сохранил. И мы заплакали. Мы понимали, о чем говорит она. И я тут же ей сказал, Галя, а ты помнишь, что было 2 месяца назад? И она тоже вспомнила, и мы снова заплакали. Что было 2 месяца назад? Мы... Я ночью спал. У нас была тогда... Мы имели 5-комнатную квартиру на первом этаже. Мы спали в самой отдаленной комнате. И ночью я слышу, как проснулся от того, что она во сне мучается. Что ей тяжело. Ей очень страшно что-то. Она что-то переживает. Она метается во сне, и я не могу понять, что я проснулся. И я смотрю на нее, и так падает свет в окно, в фонарях. И видно, она мучается. И так неприятно, и я ее растолкал. Она проснулась. Она быстро встала. Она быстро встала и побежала в другую комнату. Я тоже встал, пошел за ней. Она идет и прикасается к кроватке каждого ребенка. И щупает, на месте ли он. Я говорю, Галя, что с тобой? Она идет, ничего не говорит. Одному потрогала, второго, третьего. Прошла все комнаты. Я иду за ней. Что случилось? Она села на кровать. И в испуге говорит. Я видела сон. Или сновидение. Или видение, как его назвать, не знаю. Но говорит, такое состояние. Нашла такая тьма на нашу квартиру. И такое состояние, что в один момент эта тьма должна забрать всю нашу семью. Всех наших детей. И никто не должен остаться в живых. А тебя рядом со мною нет. И она в этом мучении находилась. И я разбудил ее. И я говорю ей, Галя, успокойся. Это сон. И все. И только тогда, когда все это произошло, мы уразумели то, что Бог открыл ей. И только тогда, когда я молился в Берлинской гостинице, я вспомнил, почему мой дух, когда таинство, так молился и так взывал и просил о том, чтобы Господь сохранил каждого, находящегося в этой квартире, находящегося в этой маленькой комнате, против того взрыва никто не мог противостоять. А восемь маленьких детей, в самом уме, что он тогда был, у нас была двойня тогда, Вера и Надя, и было чуть больше года, а старшему было тогда 13 лет. Восемь детей остались живы. Господи, Ты не спишь и не дремлешь. Ты охраняешь выхождение и ухождение. Этот псалум в моем разуме сегодня снова и снова говорит о том, что воистину наш Бог не спит и не дремлет. Господи, сколько нужно этому маленькому ребенку, чтобы он был мертвым. Тогда, когда прогремел взрыв, вся семья спала, мирно и спокойно. Не нужно никому не было вставать на работу. Галя говорит, что в этот день или в эту ночь я никогда так раньше спокойно не спала. И такой спокойный сон, и такая тихая ночь никогда в нашей квартире не было. У нас была маленькая двойня тогда. И, может, кто-то сегодня здесь есть из семьи, в которой есть двойня, они понимают, что такое двое маленьких детей одного возраста. Когда у нас было уже шестеро детей, и мы ходили по городу, Галя с восторгом смотрела на семьи, в которых были маленькие дети, двойня. Когда я в коляске катила, она смотрела, как-то восторженно так улыбалась и как бы желала этого. Но, вы знаете, когда появилась двойня, этот восторг у нее исчез. Вы знаете почему? Не потому, что это двойня, или потому, что это много, или это страшно, не потому, а потому, что когда они двое спят, и одна просыпается, то другая уже спать не будет. Она тоже просыпается от плача. И они один другого будут. Они не дают спать друг другу. И вы знаете, мы, пользуясь возможностью, что у нас есть комната, куда можно их переселить. Они сначала спали вместе, а потом мы их разделили. И одну Веру положили в одной комнате. А Надя спала с нами, тоже в кроватке. А Верина кроватка стояла под балконом. Другого места не было. Олег спал чуть дальше. Сегодня ему 17 лет, уже 18. Он здесь находится вместе с вами. Он, конечно, этого всего не помнит, что происходило. Но я хотел бы сказать, сколько нужно маленькому ребенку, чтобы погибнуть. Много ли надо? Я хотел бы сказать, немного. Если человека убивает пуля 9 граммов, если малейшее падение откуда-то приносит смерть, то тогда, когда Галина вскочила с постели после взрыва, то клубы пыли и дыма окутали квартиру. И у квартиры уже ничего не было. А квартира была наполнена просто хламом, бетоном, кусками осколков. Потому что от такой силы взрыва дом еле устоял. И только благодаря тому, что он сейсмоустойчивый, сделан современно, он остался стоять. Хотя это не говорит о том, что никто не погиб. Ничего живого в этом доме как бы не оставалось. Целого имеется в виду. Многие люди тоже, конечно, остались живы. Но 8 маленьких детей остались живы. Господи, Ты не спишь и не дремлешь. Ты охраняешь нас. Маленькая вера, о которой я говорю, спала под балконом. Я часто напоминаю это. Сегодня еще некоторые детали этой кровати есть. Я смотрю на них, на эти детали, и думаю, Господи, как это Ты сделал? Эта маленькая кровать удержала, ее стенка удержала бетонное перекрытие балкона. Господи, возможно ли это? Физически невозможно. 500 килограмм они сломают и сметут с места эту кроватку. Но ребенок находится под стенкой этой кроватки. И в целости и невредимости его достают оттуда. Правда, плачущего. Олег, который сегодня здесь, спал рядом. У него была тоже кроватка. От нее тоже мало что осталось. Он спал на подушке. И он остался цел и невредим. Но когда ту подушку взяли и подняли, это была не подушка. Это был мешок со стеклом. На лице ребенка ни одной царапины. Господи, как Ты это сделал? Каким образом Ты сохранил? Каким образом эта груда стекла пронеслась мимо и не зацепила ни одной, ни одной части тела этого ребенка. Он цел и невредим. Он сегодня не помнит об этом. И только старшие дети иногда вспоминают тот момент, когда они выходили из этой квартиры и говорили, что это такое произошло. В комнате, которая была со стороны эпицентра взрыва, спал старший сын Давид. Он очень любил аквариумных рыбок. У него большой аквариум был. Рядом стоял террариум с черепахой. И в его комнате тоже была кошка персидская. Он такой любитель любил животных. Вы знаете, что раздается взрыв. И кажется, что он должен погибнуть самым первым. Но ничего подобного. Со стены почему-то падает ковер и накрывает его прежде, нежели груда бетона и стекла падает на него. И после взрыва он просто вылазит из-под этого ковра в целости и невредимости. Господи! И черепаха поползла по бетонному полу по этой пыли тоже живая. Только аквариумные рыбки они остались у разбитого аквариума и мертвыми. Персидская кошка осталась живая и невредимая. Господи! Что ты делаешь? Как ты можешь это сделать? Ты величествен и чуден. А для сравнения я хотел бы сказать при этом кондиционер стоял у нас в комнате его нашли почти в 100 метрах от квартиры он улетел и это было уже просто груда металла. В ванной комнате стояла стиральная машина стиральная машина просто стала груда металла и ничего не осталось. Холодильник был сплюснут тоже подобным образом. Пианино старшая дочь занималась тогда на пианино ходила музыкальную школу пианино стояла тоже в комнате и нашли это станину которая около 200 килограмм в другой комнате и буквально избитая исковерканная а при этом я снова напоминаю дети остались невредимыми. Господь слава тебе хранитель ты наш и защита наша сей с правой руки днем солнце не поразит тебя ни луна ночью Господь величественно имя твое и когда они встали и когда Галя собрала мать собрала этих восьмерых детей и они босиком идя по разбитому стеклу по горе стекла лежали потому что все окна были выбиты и они шли разрезая кое-где ноги и она как мать утка вела своих утят из этого опасного места они не понимали что произошло тогда и только спустя некоторое время когда они осознали и сказали Господь сохранил нас я возвратился из Германии через 3 месяца они встречали меня со слезами и я плакал вместе с ними меня встретили сотрудники на работе и говорили просто вас спас Бог и никто иной только Господь мог спасти вас 19 человек от того взрыва не увидели больше света на этой земле и я хотел бы сегодня сказать что моя семья не самая лучшая христианская и я не самый лучший христианин я служу Богу постройка сколько Господь дает мне и я приближаюсь к нему и прошу Господи прости меня если я не таков но я увидел эту великую милость и сердце мое возрадовалось еще более тогда 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 когда спустя несколько лет ко мне приносят я читаю газету ее приносят мои сотрудники и говорят Михалыч здесь про тебя написано я читаю эту газету местную я читаю автор этой газеты напоминает о том что это было на лет семь назад напишут эту статью женщина которая весьма они в нашем подъезде жили весьма были известные люди она имела фирму по устройству программы 1С в городе это тогда была только еще программа очень новая сейчас она распространена на компьютере бухгалтерский учет на ней ведется он был известный человек на атомной станции и отвечал за ядерную безопасность и она пишет и он погиб ее муж погиб она осталась живая муж погиб и она пишет статью о том что Господь хранит своих и она пишет о том что в этом году то есть 99 мы с мужем ездили в Огнинск это есть Калужская область и город где есть ядерный институт он этот человек ее муж закончил этот институт и они приехали в гости к матери и мать увещевает ее будучи верующей по православию говорит сынок пойдем церковь носи крестик служи Богу и он говорит ей мама я же инженер я ядершин как я буду молиться Богу и она подчеркивает следующую мысль и говорит и в этом году в сентябре месяце мой муж погиб и ниже она пишет а в нашем доме на первом этаже жила христианская семья у них было восемь детей и Бог их всех сохранил и когда мои сотрудники давали эту газету и говорили это написано про тебя я говорю а что здесь моя фамилия что ли да нет нет ты же понимаешь мы понимаем что здесь написано только про тебя это Бог тебя сохранил я сказал слава Господу что они осознают милость всемогущего Господа и снова в моей памяти всплывает тот день когда я стоя перед церковью читал этот псалом 120 Господь сень моя с правой руки моей днем солнце не поразит меня ни луна ночью Господь будет охранять выхождение мое и ухождение мое отныне и вовек этот псалом стал актуальностью для меня и пониманием того что Слово Божие оно живо и действенно и может быть сегодня кто-то думает и забывает о том что Бог не видит нас что Бог не помнит о нас что Бог забыл нас что Бог не охраняет нас а Бог всегда над нами и если бы я своим человеческим разумом и если бы кто-то в том доме живущий пытался сохранить себя или оберечь себя ничто против той стихии против того взрыва против той затеи человека который злодействует злодейски ничего не могло устоять только Господня сила только Его могущество могло совершить то что совершилось слава нашему Господу Мои дорогие дети Бог любит вас Он заботится о вас много и может быть сегодня вы это не осознаете и не понимаете сегодня того что Он являет эту милость велико я хотел бы сегодня снова напомнить о том случае который произошел в лагере когда мы видели молодого человека который лежал в лазерете у нас и Он был в плохом состоянии и через некоторое время пришло осознание того что Бог останавливает его что Бог любит его и Он исповедовавшись раскаялся о том что делал братья и сестры будем нуждаться в том чтобы имя Господне через нас не было хулима но прославляемо чтобы наши поступки соответствовали званию нашему и избранию о чем я говорил в самом начале нашего общения чтобы благодать Божия умножилась в нас будем нуждаться в этом будем искать этого и познавать волю Божию которая есть благая угодная и совершенная по отношению каждого сидящего здесь и может быть ты думаешь я повторяю слово Господь не видит тебя Господь не слышит тебя Господь всемогущий Господь всесильный днем солнце не поразит тебя днем на ночью когда мы приходим к нему с верой и обращаемся к нему живущему на небесах я хотел бы сегодня призвать вас к молитве и уже 11 часов я наверное закинул ваше внимание прошу вашего прощения но я хотел бы сказать сегодня вам о милости Божией и напомнить вам о том что Бог всех любит и помнит о каждом из нас на всяком месте дам имя нашего Господа благословенно и не забывайся и не забывайся